Буквально за несколько дней здание школы искусств в центре Черкесска превратилось в полуразрушенный объект. Одни знают, а другие гадают, что случилось и почему в этом помещении уже нет окон. Демонтируют стены и крышу. Насколько для жителей республики дорога школа искусств и для чего нужно обучаться музыкальной грамоте, расскажет Альбина Ламкова. Здание детской школы искусств Черкесска является одним из старинных в городе. Его построили в 1936 году. За это время в образовательном учреждении были созданы и успешно работают многочисленные творческие коллективы. Их руководителями были профессионалы. За длинную историю школы выпущено более тысячи выпускников. Училась я уже давно, лет 28 назад здесь, по классу фортепиано. Преподаватели были замечательные, очень хорошие люди, всегда внимательные, были ко всем деткам, объясняли, рассказывали. Не подлежит сомнению, что музыкальное образование развивает детей и приобщает их к высокому искусству. Желательно детям с раннего возраста прививать любовь к музыке. Зная и понимая это, многие родители планируют обучать детей музыкальной грамоте. Адам будущий ученик, он еще маленький, из-за него это решение принял отец. Пока мальчику интересен только микрофон. Очень рады, что будет новая школа. Мэрия молодцы. Планируем отдать его на гитару. Будет как великий гитарист Ян Гилан. Важно, чтобы талантливых детей выявляли в раннем возрасте. А музыке обучали профессионалы. В обновленном здании будет лучше постигать знания не только по хореографии и вокалу, но и эстетические навыки. Поэтому и было принято решение реконструировать детскую школу искусств. Работы ведутся по госпрограмме развития культуры. Сейчас здесь временная музыкальная пауза. Вместо игры на инструментах мелодичных голосов детей слышен звук дрели, стук молотка и других строительных инструментов. У строителей работа кипит, объект нужно сдать в срок. Реконструкцию здания детской школы искусств планируют завершить до конца года, отметил начальник отдела капитального строительства и ремонта управления ЖКХ мэрии Черкесска Равиль Тикеев. Здесь будут построены новые кабинеты, актовый зал. Актовый зал на сколько вы рассчитываете мест? На 182 места будет рассчитано. И прилегающая территория будет благоустроена. Равиль Тикеев рассказал, что здание современной детской школы искусств невозможно будет узнать. Запланированная архитектура объекта будет гармонично вписываться во все рядом стоящие строения.